Я верую во единого Бога Отца Всемогущего Творца Неба, Земли, Всего Видимого, Невидимого и в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, Единородного, от Отца Рожденного, прежде всякого времени, как свет происходит от света, Бога Истинного от Бога Истинного, Рожденного, а не Сотворенного, Единосущного Отцу, через Которого все сотворено, нас ради людей и ради нашего спасения, сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и в Деве Марии, и ставшего человеком, распятого за нас при Понтии Пилате и страдавшего и погребенного, и воскресшего, и воскресшего, третий день, согласно Писанию, и вознесшегося на небеса, и сидящего на почетном месте у Отца Своего, и вновь грядущего во славе Своей, чтобы судить живых и мертвых, и его Царству нет и не будет конца, и в Духа Святого, Господа Истинного, Животворящего, от Отца Пришедшего, со Отцом и Сыном, мы Ему равно поклоняемся и прославляем Его. И Он говорил нам через пророков, во единую, святую, соборную и апостольскую церковь, исповедуете на крещение, восставление грехов, ожидая воскресения мертвых, и жизни будущего века, аминь, аплодисменты Отцу, Сыну, Святому Духу, Богу нашему, бурные и продолжительные аплодисменты Святому, Великому, Чудному, Целителю, Освободителю, Искупителю, Спасителю Роды Человеческого, Ему, возлюбившему нас, Ему, отдавшему Сына Своего за нас, Ему, сегодня спасающему грешников, Ему, сегодня исцеляющему больных, Ему, сегодня здесь присутствующему, наши слава благодарности, наши аплодисменты, в наше все. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Учи сегодня нас. На примерах из истории христианства, сегодняшнего вечера, и все эти вечера, собирай нас вместе. Учи нас чему-то важному, полезному, нужному, каждому из нас. Учи нас не грешить пред тобой. Учи нас, Господь, исполнять твою волю. Господь, избавь нас от слова духа критисизма. Господь, не дай нам быть судьями истории, судьями живым или мертвым. Но дай нам быть смиренными твоими учениками. Господь, учащимся на ошибках наших братьев, предшественников. Господь, ты единый судья наш, и тебе вся слава и честь и хвала. Боже всемогущий, благостави Николаев, благостави область Николаевскую. Боже всемогущий, в эти предпасхальные дни, Отец, Бог Небесный, обрати свое лицо сегодня на Николаев, обрати свое лицо этой земле и благослови ее. Боже, в этом городе благослови всех любящих Тебя и Тебя боящихся. Господь, христиан разных деноминаций, конфессий, всех любящих Тебя, любящих Иисуса Христа в Тего сердца, призывающих Твое святое имя. Боже, благослови Господь евангельских христиан, пятидесятников, баптистов. Боже, благослови православных христиан, католических христиан. Боже, всемогущий, ты знаешь, Господь, каких еще верующих, Боже, которых ты собрал здесь и кого соберешь дальше, Господь, в эти дни. И Боже, пусть здесь Господь в церкви, в этом здании церкви, любовь к Христову, пусть Господь действительно Твою любовь освобождает, снимает цепи греха, проклятия, беззаконий. Во имя Иисуса Христа. Пусть Господь в этом семинаре, сегодняшний вечером, и каждый вечер следующий, Господь, на протяжении этих двух недель, Боже, предпасхальных и пасхальных дней, Боже, всемогущий, пусть, Господь, множество душ, Господь, обретут жизнь, обретут спасение в Тебе, Боге нашему, обретут исцеление от болезней своих, освобождение от бесов. Боже, всемогущий, пусть цепи будут разторгнуты, Господь и души избавлены. Отец, я прошу Тебя также за тех, наших братьев, сестер, за тех, кто не смог прийти сюда на семинар, но хотел бы быть здесь. Отец, я прошу Тебя, Господь, не лиши их, Господь, благ. Прикоснись к ним, там, где они сейчас находятся, Господь, на рабочих местах, в домах, в больнице, где бы они ни были, Господь. Благостави наших, дорогих телезрителей, Боже, благостави тех, кто сейчас в трансляции прямой подключился, Боже, и смотрит эту трансляцию, Боже, благостави их также, Господь, каждую душу. Благостави, Господь, будь с нами сегодня, Боже. Аминь. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь, возлюбленные братья, сёстры, слава Богу, всех вас приветствую, благоставляю именем Иисуса Христа. Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие братья и сёстры. Добрый вечер, Николаев. Я рад, что Господь сегодня дал мне возможность такой начать семинар в вашем замечательном городе. Я благоставляю вас, дорогие друзья, и очень рад тому, что, и для меня это честь, что вы пришли, почтили сюда Бога, пришли сюда и, в общем-то, согласились выслушать то, что у меня на сердце есть вам передать. Я хочу на протяжении этих недель, двух недель, начиная с сегодняшнего вечера, говорить на тему истории христианства, уроки из истории христианства. Каждый вечер, я так думаю, в планах моих, каждый вечер раскрывать какую-то тему. Некоторые вечера будут продолжать, иметь продолжение. Допустим, начало одним вечером будет продолжение и завершение вторым вечером. Некоторые темы будут иметь именно границу одного вечера. Но каждый вечер будет одна и та же, в общем-то, тема. История христианства. Тема огромная. За две недели, конечно, за эти вечера, двух недель. Конечно же, очень трудно нам даже бегло осмотреть два тысячелетия истории нашей с вами церкви. Церкви Иисуса Христа. Я говорю, наши с вами? Да, спасибо большое. Почему? Потому что церковь Иисуса Христа, она одна. Потому что Иисус Христос основал свою церковь, и я с этого хочу начинать сегодня. Он именно основатель церкви своей, Иисус Христос. Он сказал, записано у Евангелиста Матфея, 16 глава, 18 стихом следующее. Написано, что я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Аминь. Господь Иисус Христос основатель церкви. Он тот, кто основал церковь. Он фундамент церкви. Он голова церкви. И он есть церковь. Тело Иисуса Христа. Дорогие друзья, я рад приветствовать и православных христиан, протестантских христиан, католических, не знаю, есть ли католические христиане. Но в этот воскресный день, следующий, я планирую проповедовать в костеле утром католическом вашего города. И также быть в гостях хочу у пастора Игоря Тишевского. Группа прославления была как раз церкви. И, спасибо, и для меня это, спасибо, очень дорогие близкие люди, родные души, хорошо иметь знакомых таких близких людей в разных городах. Знаете, как приятно видеть в разных городах верующих христиан, которые любят Господа Иисуса Христа. Так приятно. До того, как приехать в ваш замечательный город, я был в городе Одессе. И есть Одесса бандитская, есть Одесса культурная, есть Одесса очень разная. У них даже свой язык есть, одесский такой. Но есть Одесса христианская, не многие ее знают, но мне очень посчастливилось увидеть именно христианскую Одессу. Увидеть тех, любящих Бога, одесситов, с их таким уникальным юмором, с их интересным таким диалектом. Любящих Иисуса Христа. Так хорошо, думаю, на небесах увидеть одесситов. Хорошо и приятно, думаю, увидеть тех же рыбачку Соню и кого-то еще покаявшихся грешников. Слава Богу. Хорошо увидеть там на небесах и жителей города Николаева. Хорошо увидеть на небесах многих и многих других людей, наших современников. Слава Богу. И чтобы как можно больше людей мы могли наших современников увидеть на небесах, мы должны много потрудиться сегодня христиане. И слава Богу за все это. Дорогие друзья, и я имею честь также передать привет от нашей церкви, уполномочен, как архиепископ украинской реформаторской православной церкви. Я передаю привет от нашей церкви, от наших батюшек, матушек, от наших священнослужителей нашей церкви и прихожан. И на следующей неделе для вас будет некий сюрприз. Приготовьтесь, на следующей неделе у нас будут гости, даст Бог, будут священнослужители нашей епархии, которые будут посвящать ваш тоже город, меня будут поддерживать и по возможности, думаю, тоже что-то расскажут. Слава Богу. Ну, это как бы пока еще в планах. Так вот, господа, дорогие братья и сестры, еще я хочу ответить на ваши вопросы. Я хочу быть полезным вам максимально и дать вам максимально то, что вам пригодится в вашем служении христианском на этой земле. Поэтому, если у вас есть вопросы, может быть, вы пришли уже сюда с вопросами некоторыми, и сегодня, может быть, вы не услышите ответа на ваши вопросы, потому что сегодня тема такая специфическая, и, может быть, вы не сможете все вечера посещать, кстати, вот слава Богу за запись, то, что делается запись, и это все сможете вы увидеть потом в записи на ютубе, в интернете, можете скачивать, использовать это все, на дисках, DVD-дисках это все потом можно будет приобретать, распространять. Все свои материалы, лекции, проповеди, все права я даю Иисусу Христу и Духу Святому, который вдохновляет. Поэтому я могу говорить это смело, что, пожалуйста, тиражируйте, распространяйте любым образом, заливайте в сеть, давайте вашим друзьям, перезаписывайте. Вы никак не нарушите авторских прав никаких. То есть я принял такое решение однажды, что все мои проповеди, записи, все-все-все, начиная с 96-го года и по сей день, именно как реформатор, я даю все эти права, отдаю моему Господу и Спасителю Иисусу Христу. Слава Богу! И если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите, возьмите записочку, передайте наперед, и я думаю, что если это будет уместно, наверное, в конце, или каждого вечера, или же через вечер, я буду стараться давать ответы на вопросы. И вы сможете вживую или в записи потом посмотреть ответы на ваши вопросы. Договорились? Слава Богу! Господа, дорогие братья и сестры, слово, которое я сказал в самом начале, которое сам Иисус высказал, в Иоанне, где от Матфея записано, 16-18, что я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и сам Иисус Христос, он основал свою церковь не на Петре, как некоторые мыслят христиане. Слово камень и камешек, это разные слова. Петр и Петрос, разные слова. Можно сказать, что Иисус сказал, ты камень, но на семь камней, на Иисусе, на самом себе, я создам церковь мою. На этом великом исповедании, на вере, на вере в живого Бога, на вере в Спасителя Господа Иисуса Христа. И подтверждением являются для нас слова самого апостола Павла в послании в Коринф. Третья глава, 11 стих, 3.11. 1 Коринфянам написано. Ибо никто, говорит, не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть, сам Иисус Христос. Иисус Христос, фундамент церкви. И написано в Библии, что мы строим здание, это божье здание, царство строится на основании апостола, да, безусловно, на основании апостолов, на основании пророков. Имея краеугольным камнем самого Иисуса Христа. И каждый верующий, каждый христианин является живым камнем в этой стройке тысячелетий. Уже два тысячелетия продолжается строительство церкви Бога Живого. Слава Иисусу! И каждый спасенный грешник, каждый человек, рожденный свыше, он является живым камнем. Кого-то покрепче Бог ставит где-то фундаменты, знаете ли, как вот при строительстве. Есть кирпичи облицовочные, они больше красоту как бы имеют, да. Есть какие-то крепкие камни где-то в основаниях. Мы все пригождаемся. Христиане все нужны Господу Иисусу Христу. Он каждому из нас найдет место в своем этом дизайне, как в одной песне поется прекрасной. Слава Иисусу! И, друзья мои, Иисус, когда умирал на кресте, Он сказал, совершилось. Он сказал, совершилось. И что имеется в виду? Совершилось наше искупление. Агнец Божий умер на кресте, пролил свою кровь. И завеса в храме была разорвана. Самим Богом. Сверху донизу. Туда, во Святое Святых, в древности заходил только лишь первосвященник. И лишь раз в году первосвященник имел право, имел возможность зайти туда, как алтарь. Вот те, кто знают устройство православного храма, ну, допустим, вот здесь, допустим, сцена. Сюда, допустим, в древности мог только лишь, представим, это храм Иерусалимский. Сюда только лишь старший, ну, как патриарх, допустим, да? Патриарх мог зайти. Именно первосвященник, и лишь раз в году, это было осенью, это было на праздник, такой особый день искупления, можно так назвать по-русски, Йом-Кипур. Когда заходил первосвященник с кровью жертвенного животного, и он заходил, чтобы принести эту жертву пред Богом за самого себя, за свой дом, за весь Израиль Божий, за всех боящихся Бога, за все человечество, по сути, за всю вселенную. Потому что на всей планете нашей не было больше таких мест, где бы можно было приносить жертву Богу. Это мы знаем из Библии. Бог сам определил это место в Иерусалиме. Бог сам определил это место для храма своего. И этот храм, он был один. Один Бог, один храм. Все было понятно. И Иисус сказал в Евангелии от Иоанна, записанных в четвертой главе, потрясающие слова. Разговор, четвертой главы, главная кульминация, разговор Иисуса Христа с самарианской женщиной. Не с еврейкой. Он разговаривал с язычницей, с не еврейкой. Разговаривал и открыл ей, видя ее сердце, такое ищущее, любящее Бога. Знаете, он открыл ей, открылся ей как Мессия, открылся ей как Спаситель. И он сказал ей, записано у Иоанна 4,24, что Бог есть Дух. И поклоняющиеся Ему должны поклоняться, как в Духе и в истине. И написано, что Отец ищет себе таких поклонников. Мне нравится, как в украинском переводе сказано, правное. Отец жаждет увидеть таких поклонников на этой земле, которые поклонялись бы в Духе и в истине. Да, друзья мои, и когда завеса в храме была разорвана самим Богом, Бог прекратил принимать жертвы своего еврейского народа. Почему? Потому что Агнец был принесен. Все в храме эти ритуальные убийства этих животных, это были прообразы великой искупительной жертвы самого Иисуса Христа. И сам Иисус Христос, есть действительный Агнец Божий, заклонный, как бы заклонный, он воскресший Агнец. И, друзья мои, удивительно совершилось. До Иисуса Христа все жертвы в храме, они были прообразом этой жертвы. То бишь, после Иисуса Христа, после распятия Иисуса Христа, все жертвы в храме стали бессмысленными, никчемными, ненужными, абсолютно ненужными. Но священники упрямо продолжали свою работу. Знаете ли, я считаю, самые большие грешники, это мой батюшка, священники. Потому что мы часто делаем понакатанную работу, которая Богу уже не нужна, допустим. И это самое является препятствием для Бога самого. И священники зашили завесу, как будто бы ничегошеньки не произошло, как будто бы это просто совпадение, просто так получилось землетрясение, вот и завеса разорвалась. В народе даже говорят, просто так прыщ и вскочил. Иисус говорил, что волосы на голове и то все сочтены. Птичка маленькая и та уже у Бога на учете. Так вот, господа, скажу, что, конечно, то, что произошло в храме, это не было просто совпадением. Это было Божьим, святым действием. Это было великим знаком от Бога. И скажу вам еще одну, такую правду историческую, которая есть в некоторых книгах исторических, в частности в Талмуде, в книге традиционного иудаизма, ступнического иудаизма, той части иудаизма, что не приняла еще и Сию, и еще Иисуса Христа. То бишь, в этой книге, не заинтересованной в распространении христианства, есть десятки таких косвенных подтверждений правдивости личности Иисуса как Христа, и Ишуа как Машиаха, и Нового Завета, или Брит Хадаша, Нового Договора в крови Агнса. Мессианские раввины насчитывают до сотни таких косвенных подтверждений правдивости личности Иисуса как Христа. Самые потрясающие откровения, косвенные подтверждения правдивости личности Иисуса как Христа, именно Мессии, содержатся в книге в разделе Талмуда, который называется Йом-Кипур, или Йома, раздел Йома, тот раздел, который говорит о празднике Дня Искупления. И там говорится, что последних 40 лет на Йом-Кипур жертва Всевышним Богом не принималась в храме. Никогда. 40 лет подряд. Последних 40 лет. Там даже говорится, три раза по 40 вообще-то. Там говорится, что 40 лет подряд при некоем Шимоне Цадзике, то есть Симоне праведнике, было так, что каждый год во святом святых жертва на Йом-Кипур Всевышним Богом принималась. Каждый год. Потом написано, 40 лет было неопределенности. Временами да, временами нет. Говорят, что через год большинство раввинов так толкует, Машарамбам так толковал, Маймоним, что через год принималась жертва. Но последних, написано 40 лет, мудрецы писали о Бавиловском Талмуде, последних 40 лет никогда не принималась жертва в храме. Храм был разрушен в 70-м году нашей эры. Отнимаем 40 лет. Простая арифметика. Получается 30-й год нашей эры. Время страдания Мессии. Время страдания Христа. Мы не знаем точный год страдания Христа. Мы не потому что не знаем точного года рождения Христа, можно так сказать. Хотя, сегодня уже знаем, что это рождение, Рождество Христа было на 3, даже почти 4 года раньше, чем это принято считать. Принято официальной церковью христианской. Так получилось. Это не наша вина, конечно, не сегодняшний христиан. Это еще в раннем средневековье, когда христианство становилось государственной религией. Я буду говорить об этом на этой неделе более детально в эти вечера. Так вот, в этот момент, когда формировалось христианство как государственная уже религия, была необходимость создания некоторых праздников. Культ должен был быть создан. И поэтому первыми появились праздники, которые имели какое-то библейское обоснование. То есть, допустим, вспоминали события из жизни, допустим, Иисуса Христа. Потом, значит, появлялись праздники, вспоминающие события как бы из жизни Марии, Матери Иисуса Христа. Ну, чаще всего это были мифические уже такие, знаете ли, празднества. Потом появлялись и жизни святых. То есть, как бы рождался культ. Рождался культ определенный. Так вот, и рождение Христа было, ну, три, примерно, чуть больше, три года тому до нашей эры. Так это говорит сегодня наука. Потому что первые христиане, первых 300, даже 400 лет, фактически не знали ничего, даже в ум не приходило, в голову не приходило христианам праздновать Рождество Христа по плоте. Вот сюда, допустим, подъезжая и подходя, допустим, к храму, к этому зданию, церкви, любовь Христа, мы видим вот старый, вот этот, как бы, рекламный щит большой, да, рождественская распродажа. Говорят, была очень хорошая распродажа. Много выручки было и помощь была, значит, людям нуждающимся. Очень хорошо, слава Богу. И я сам люблю Christmas time, люблю время Рождества, люблю проповедовать в разных церквях я бываю, и в католических костелах, православных храмах, насчет протестантских собраний баптистов, 50-х, харизматов. В разных собраниях я проповедовал на Рождество последние эти годы. И у нас здесь, и в России, и в других странах бывшего безбожного Советского Союза, и в других странах мира, в Америке, в Австралии, в Европе. И знаете, что интересно? Проповедуя на Рождество, я, в общем-то, всегда последние годы говорю следующее, что мы не знаем точного дня рождения Христа и месяца, значит, хотя есть некоторые вычисления, есть предположения, но точно никто не знает сейчас. Но даже год мы знаем рождение Христа лишь приблизительный. Но, и я знаю одно как проповедник, как христианин, что Христос сегодня должен родиться в сердцах людских, в сердцах верующих. И это самое тайное есть Рождество. И для меня празднество Рождества, Христа, допустим, в частности, коль затронул тему, скажу, это повод благовестия о Христе Иисусе. Во-первых, вспоминание и благодарение Бога, во-первых, за милость Его, за тайну рождения Мессии. Во-вторых, возможность благовествовать. По крайней мере, в большинстве стран, знаете ли, люди так или иначе слышали что-то о Рождестве, слышали что-то о родившемся Христе. Кто-то в мультиках, кто-то в фильмах, кто-то где-то в традициях. Мне очень нравятся украинские традиции. Я россиянин, Украина моя вторая родина. И духовно, где я как реформатор состоялся, как священнослужитель реформатора, именно обновленец. Так вот, и в Украину как раз я приехал впервые как раз под Рождество. И это было во Львове, потом был в Киеве. Мне очень нравилось. Красиво, вертепы, знаете ли, удивительно. Люди пели вот эти песни красивые, многие из вас знают, да, наверное, эти песни, рождественские песни. Я не знал, что как бы это все сохраняется, потому что там, где я жил в России, центрально-европейской, эти традиции, как бы, ну, они забыты. У нас было больше, как бы, этого коммунизма всего, и забыли. Но, а здесь, как бы, особенно в западной части, сохраняются эти традиции. Допустим, поются песни, ну, какие-то песни, напомните. Радуйся земля. Радуйся земля, да. А еще. Радуйся земля, да. И далее, и далее. Слава Иисусу! Христос таки народився. А где Он родился? Не просто в Вифлееме Иудейском, Он родился в сердцах верующих. Он родился в моем сердце. И я считаю, очень хорошо сегодня христианам использовать эти вот, допустим, такие события, какие-то праздничные какие-то дни для благовестия о Христе Иисусе, для благодарения Бога и для благовестия. Но, возвращаясь к тему, скажу следующее. Господа праздолюбцы вынуждены, как бы, огорчить, может, некоторых христиан спорящих. Знаете ли, в январе ли родился Христос, или в декабре, как бы, разные есть мнения, но вынуждены разочаровать и тех, и других. И не в декабре, и не в январе. Мы не знаем точно, когда, но вероятнее всего, это было начало сентября. Так говорят астрономы сегодня. Так говорят, ну, ведущие астрономы нашей планеты, по крайней мере, по их вычислениям. Это были первые дни сентября. Это касательно и звезд, и знамений на небе, которые были как раз именно в той части земного шара. И, в общем-то, сама перепись кесаря Августа, она проходила, во время которой родился Мессия, Христос, она проходила в летнее время, по-нашему это июнь, июль, август и сентябрь, значит, и никак дальше. То есть, уже к концу сентября никто не переписывался ни в Иудее, ни в других провинциях Рима. Рим проводил перепись лишь в летнее время. Заканчивалось примерно все в середине сентября, по-нашему исчислению, или конец сентября. Так вот, там были другие, как бы, обозначения месяцов этих в иудаизме. Так вот, и плюс еще подтверждением является косвенным, что во время рождения Мессии, рождения Христа, пастухи были на полях с животными, и вертепы были предоставлены для гостиницы. А это все было как раз лишь в летнее время. Дело в том, что как раз июнь, июль, август и сентябрь животные проводили в полях в Израиле, сезонные рабочие, об этом говорит история и археологии, и десятки разных источников есть об этом, однозначно говорящих. Что никаких животных в полях вы не могли увидеть ни в октябре, по-нашему, ни дальше, только лишь июнь, июль, август и сентябрь. Животные были в полях, и сезонно рабочие, нанимавшиеся, ночевали все это время, фактически, там, вместе с животными в полях. А когда животных погоняли на пастбище, все вертепы, они были вычищены, они были, ну, как бы, восстановляемы, они были ремонтируемы, и предоставлялись, либо за деньги, либо бесплатно, как в зависимости от, как бы, намелений хозяев, для проживания бедным людям, для экстренных таких вот, ну, мало ли, какие-то ситуации возникают. И во время переписи как раз эти вертепы, они использовались. Кстати, интересно, ангелы, что сказали пастухам? Помните, да, что вы увидите знак, младенец с пеленами. Какой знак? Что здесь такого необычного, вы скажете? Ну, подумаешь, все же младенцев пеленают. Всех, да не всех. В Иудее не было такой традиции. Значит, кто интересовался культурой Израиля того времени, пеленами, пеленать младенца было нетипично. Возле Вифлеема дело в том, что пелены были только лишь одного плана. Там не было пеленок, распашонок в маркетах. Там были пелены, которые для погребаний приготовлялись. Их очень много там складировалось. Археологи нашли очень много этому подтверждений, историки. То есть, не то, чтобы у Иисуса было такое тяжелое детство, но по всей вероятности что-то было подобное. То есть, родители Христа, они не могли позволить себе даже вот такие расходы, будем договорить. По всей вероятности, хозяева предоставили им такой, может не очень красивый случай, но пелены вот эти вот. Что в основном бизнес был какой? В этих вертепах складировались эти погребальные пелены. То есть, это чисто, это не спокойник, но это для покойников, в принципе. Их потом продавались, это все, значит, продавался, был бизнес своего рода. И как раз в летнее время в этих вертепах они складировались. Так вот, то есть, кроме постояльцев, там могли быть еще и вот эти вот пелены. Их могло быть очень много. По всей вероятности, хозяева, давшие возможность Иосифа Марии там остановиться, погостить, дали возможность пользоваться и вот этими материями. Ну, конечно же, кроме того, что ребенок был спеленут, знаете ли, мы знаем еще, что мудрецы с Востока, они еще один знак сделали, да? Они принесли золото, ладан и смирну. А смирну только лишь для покойников приносят. Смирна это то, что, ну, это, конечно, жутковатая картина. Мы, может быть, об этом не размышляем, но если размышлять поглубже, то немного страшновато становится, немного жутковато. Представьте себе, ребенок только родился, он спеленут, во-первых, ну, сами пеленки уже, как бы, некое такое грозное предзнаменование, вот, как бы, может быть так расценено. Но Марии, по всему, она не была суеверной женщиной, она была благочестивой и, как бы, не суеверной, однозначно. Даже из этого, исходя, можно сделать предположение. Другая бы женщина испугалась, знаете ли, используя материю, которая, ну, покойникам предназначена была. Ну, а здесь еще, представьте себе, звонок в дверь, являются гости, иностранцы. У нас хорошо там золото, ну, ладно, понятно, но они принесли еще и смирно, то, что для покойника. Это все, что, допустим, вы с роддом и только что приехали домой с ребенком, вам звонок в дверь, и вам принесли похоронный венок. И сказали, это для вашего новорожденного ребенка. Ну, скажите, а вот что, это что, черный юмор, как бы, зачем нам похоронный венок? Ну, как бы, у нас, у нас, ну, как бы, не похорон, у нас Рождество, у нас родился младенец, у нас все хорошо. Но, знаете ли, однажды, прошло немного времени, один мудрый человек, любящий Бога, пророк Божий, Симеон, он сказал Марии следующее слово. Страшные слова, что тебе пройдет оружие душу. Очень страшные слова. И на самом деле, возле Креста мало кто остался. Когда Иисус был на пике славы, когда Он был в окружении тысяч людей, чудеса исцеления, кормления голодных, там, как бы, много и завистников всяких, но, как бы, толпа поклонников в Иерусалим езжал так же, как бы, люди кричали. Но когда проблема, когда беда, обычно очень мало кто остается. И возле Иисуса, когда Он был унижен, оскорблен, оплеван, осмеян и распят, очень мало кто остался. Вот, но мама матери, она была с Ним до последнего. Она была с Ним до самого последнего вздоха. Она оставалась верной. И действительно, ей прошло оружие душу. Вот Мел Гибсон это очень хорошо показал в этом фильме, в своем «Страсти Христовы». Вот именно действительно страдания матери. Но при всем, знаете ли, вот осознании вот этих страданий материнских возле Христа, Иисуса Христа, ей прошло оружие. Действительно, пророчество исполнилось. Но пророчество не имеет смысл, не имеет целью похоронить человека. Пророчество имеет целью. Когда мы слышим пророчество о грозных, страшных, допустим, событиях в вашей жизни личной, или, допустим, в жизни церкви, общества, это не повод горевать. Это повод собраться с силами, с мужеством. Это означает, что Бог, Он даст помощь, Он даст силу преодолеть это все, выстоять, и Мария выстояла, слава Богу. Но ее страдания материнские, они не смогли и не смогут спасти никого из нас. Но страдания Христа и Иисуса, как непорочного агнца, Его божеской крови пролиты, достаточно, чтобы спасти, искупить каждого из нас, каждого человека. Друзья мои, и о Рождестве Христа, я так задуман всем это глубоко, но скажу, что примерно в 30-м году произошло то, что произошло. То, что Иисус был распят, воскрес из мертвых, Он сказал, совершилось, завеса разорвалась. И вот с того самого времени, удивительная вещь, об этом говорит Талмуд, жертва в храме перестала быть принимаема Богом. Помните слова Иисуса? Он сказал, что оставляется дом ваш пуст. Дом не в смысле дом императора, дом там пролителя или дом какого-то богатея, нет. Иерусалим без храма это как ноль без палочки, это вообще ничто. Это самый главный дом, дом великого царя, царя-цари, Бога-богов, дом небесного Отца. И говоря Иисусу, что дом ваш пуст остается, это были очень страшные слова. Недаром Иисус плакал. Иисус сказал ученикам, которые показывали ему эти камни храма, Он сказал, что все это будет разрушено. Придет время, это все будет разрушено, камни на камне не останется. Вот вспомните мое слово. Так оно и будет. Конечно, это страшное слово, но оно исполнилось буквально. И исполнили не ученики Иисуса Христа все это, не христиане их туда еще, нет. Это исполнили язычники, исполнили те, кто не знали Бога, насмехались даже над религией евреев. Это были римляне, римские оккупанты. Они разрушили этот храм до основания, камни на камне не оставили. И это произошло через 40 лет после того, как Иисус Христос сказал эти страшные слова. Целых 40 лет всемогущий Бог, Отец Небесный, ждал покаяния своего народа. Да, были обращенные. Да, тысячи евреев покаялись. Да, многие священников покорились вере. Но, к сожалению, основная масса осталась в ожесточении. И сам костяк вот этой религиозной, мафиозной структуры, он остался при своих понятиях, при своих пониманиях. Не захотели люди покоряться праведности Божьей, которые через веру в Иисуса Христа решили по-прежнему остаться в своем ожесточении. Бог ожесточил сердце своих детей. Но и этого блага, как потом мы узнали. Друзья мои, удивительная вещь произошла. 40 лет в храме приносились жертвы. Люди пытались, священнослужители пытались принести в храм эти жертвы. А кровь проливали. Бог говорил, нет, нет. Смотрите, агнес уже заклан. Эти агнцы не нужны уже. Все. Все совершилось. Кстати, в Талмуде говорится также о других очень дурных знаках, которые были в храме на протяжении последних 40 лет. Я назову лишь некоторые из них, и вам будет уже достаточно понять, что насколько все было очень страшно. На протяжении 40 лет, опять-таки роковой, да, 40 лет последних, завеса была зашита, да. Но храмовые ворота, они сами собой распахивались во время богослужения. Об этом говорит Талмуд. 40 лет подряд храмовые ворота распахивались. Потом, на протяжении 40 лет, минора, храмовый смыслешник, сама собой затухала во время приношения. Это не от сквозняков, друзья мои. На Хануку, на праздник обновлений, мы вспоминаем событие, которое было до нашей эры, еще до Иисуса Христа. Событие, когда сверхъестественно минора горела. Масло не заканчивалось. Бог совершал великое там чудо. Но, здесь, на протяжении 40 лет, мы видим, как бы, анти-Ханука, как бы, вместо, то есть, против Хануки. Наоборот, масло есть, все есть, но огонь исчезал, минора затухала. То есть, Бог показывал, закончен бал, погасли свечи, закончилось время храмового благочестия, пришло время иного благочестия, пришло время нового храма. Кстати, в те времена, когда все это происходило, и священники по-прежнему упрямо штурмовали закрытые двери, игнорируя открытую дверь самого Иисуса Мессию. Так вот, в это время, один еврейский апостол, для язычников, для... ну, он проповедовал и своему народу, но он проповедовал и не только евреям, он большей частью проповедовал не евреям. Он написал Коринфянам следующее, уже упомянутая, 1 Коринфянам, 3 глава, та же самая, только 16 стих, ваше внимание обращаю на 16 стих. Там говорится, разве не знаете, говорит, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас. Представляете? Храм существовал тут еще, еще он функционировал, но Бог уже закрыл небо над тем храмом. Но храм не исчез, он стал другим, духовный храм, тело Мессии. Если в древности первосвященники заходили во святое святых с кровью, ритуально бескровленного козленка, туда во святое святых, но то Иисус Христос, Мессия, говорится об этом в поставе к евреям, что Он вошел в самое небо за нас. В самое небо, потому что этот земной храм был построен по образу небесного. Все, что было построено людьми в этом храме, это было лишь как бы тенью. Это было символом того, что в небе существовало, что в небе это было. И Иисус Христос вошел, как первосвященник, вошел в самое небо за нас. Друзья мои, и вот уже два тысячелетия, 7 дней в неделю, 2-4 часа в сутки за нас, за всех людей предстоит пред Отцом со своей кровью. И его жертва принята, его божеская кровь принята. Жертва совершилась. И сегодня любой грешник, любой человек, еврей, украинец, русский, американец, африканец, любой-любой человек, любой нации, любой культуры, написано, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Сегодня каждый, кто призовет имя Господа Иисуса Христа от всего сердца, осознай, что Христос умер за всех, но именно за Него проник также свою кровь. И воскрес для Его правдания, призывая имя Господа Иисуса Христа, он приходит удивительным образом к предпрестолу Небесного Отца. Тайна совершилась, удивительная тайна совершилась, царственное священство, народ святой, взятый будил Богом. Друзья мои, то, что во времена Моисея и того Великого Исхода, о котором мы будем вспоминать вот скоро, оно частично совершилось в новом договоре, в новозаветное время, совершилось абсолютным образом. Совершилось по-настоящему. Тогда, во время Великого Исхода, во время освобождения народа из царства тьмы, из царства египетского, из подвласти фараона, который был прообразом дьявола, тогда, в те времена, Бог вывел отцов наших не только из рабства египетского, Он привел их к горе, Он дал им заповеди, восстановление, правила. Совершилось то, что можно назвать Бога усыновлением. Совершилась тайна. Но мечта Бога была удивительная. Те, кто Библию читают, те знают, о чем я говорю. Кто еще не читал об этом, пожалуйста, прочтите дома, сегодняшним вечером, придите, или завтрашним днем, найдите время, откройте Ветхий Завет, откройте книгу Исход, и с самого начала прочтите. Можно с шестой главы, можно прямо с самого начала книги Исход. Потрясающая история. В эти дни она вспоминается. В эти дни Великого Освобождения, друзья мои. И в книге Исход, шестая глава, шестого стиха и дальше. Есть Божье пророчество, которое исполнилось совершенным образом. Где говорилось, что Бог сам поклялся освободить своих детей, вывести их из подвласти египтян, дать им свободу и вести их в землю, которую он клялся отдать Аврааму, Исааку и Якову. Друзья мои, удивительная тайна совершилась. И это было не только для евреев. Некоторые неевреи огорчаются, порой читают книгу и думают, о, это только лишь евреев касается. Это не касается моей нации, допустим, украинской. Нет. Дело в том, что это касается всех и каждого. Все ли евреи послушались Бога? Все ли евреи поверили Мессии? Не Мессии, про образу Мессии, поточнее говоря. Спасителю своего поколения, Моисею. Все ли поверили? Нет, господа, не все. Об этом говорит еврейское старое предание, во-первых. Во-вторых, об этом сегодня говорят ученые. Археологи нашли подтверждение в нашем 20-м, уже прошедшем столетии, этому старому еврейскому преданию, что не все, далеко не все евреи поверили Мессию. Мессию частью остались евреи в Египте. И археологи нашли этому подтверждение очень много. Следы присутствия еврейского и после Великого Исхода. Так вот, но только лишь евреи вышли. Только лишь евреи поверили Богу и поверили Мессию. Нет, друзья, много и не евреев, те египтян, те народы, представители разных народов, что жили в Египте, те, кто поверили Богу Авраама, Исаака и Иакова, те, кто, друзья мои, поверили, что Моисей – это действительно посланник Бога, это действительно пророк Бога, они также слышали все то, что было сказано Моисеем, они также вышли из Египта, они прошли по суше, как бы, как по суше, по дну морскому. Кто в храме слышал, это песнопение часто его поют одно время, вы можете слышать его, мне очень нравится. Слава Богу, друзья мои. Так вот, и те евреи, и те не евреи, что уверовали в Бога, те, кто приняли этот призыв, те, кто пошли за Моисеем, они все подошли к горе, они прошли море, они видели трупы врагов на берегу, они совершили, ну, это великий исход, они были у горы, и они слышали заповеди, и Бог дал заповеди. Но Бог сказал еще кое-что из того, что не исполнилось во время Великого Исхода. Вы это прочтете в книге Исход, в 18 главе, в 19 главе, в этих двух главах. Найдите это потрясающее откровение. Бог сказал, что к горе нельзя было прикасаться даже, только лишь один Моисей мог подняться туда. Но Он сказал, не только это, Он сказал еще кое-что, что во время протяжного трубного звука они могут подняться на гору. Шафары небесные звучали, небесные шафары небесной трубы звучали, и они звучали коротко, прерывисто, а потом стали чаще и чаще, и потом длинные звуки небесные пошли. И в этот момент все они, все евреи и все неевреи, что вышли из Египта, они могли подняться на гору в присутствии Отца Небесного. Представляете? Но это не совершилось. В 19 главе сказано, прямо до наоборот не совершилось. Когда люди, все те евреи и те неевреи, что вышли из Египта, они услышали не просто прерывистые звуки, а длинные звуки этих небесных шафаров. Ангелы-шафаристы трубили, трубили это все. Народ испугался. Все люди, они испугались. Они развернулись на 180 градусов. Они пошли в противоположное направление, встали вдали и не смели туда подняться. Мечта Бога не осуществилась тогда. Но не расстраивайтесь, друзья. Она исполнилась. Спустя много столетий она начала исполняться. И она сейчас, до сегодняшнего дня, исполняется, эта мечта Бога. Я убежден, она в ближайшее время должна исполниться во всей своей полноте. Это мечта Бога. Друзья мои, а начала она исполняться, знаете, когда? Уже в Новом Завете. Книга Деяний Апостолов, 2 глава. Когда спустя много столетий люди с разных народов, евреи и празелиты, уверовавшие в Бога Авраама, Исаака, Якова с разных народов, приходили на праздник поклонения Богу. Они приходили на праздник Шавуот, или же мы называем Пятидесятница, или в народе его называют сейчас Троица. Пришли для поклонения Богу с разных народов. И в этот момент, это было удивительно, это было после распятия Христа, воскресения Иисуса. Иисус, уходя, Он сказал ученикам Своим, что никуда не уходите из Иерусалима, пока не облечетесь силой свыше, пока вы не наполнитесь силой Святого Духа. Он являлся очень многим. Он на протяжении сорока дней, он являлся ученикам и говорил. Многим ученикам. Некоторые думают, только лишь апостолам 12. Нет, ни в коем разе. Он являлся сотням людей. Павел пишет, что однажды, одно время, более чем пятистам братьев являлся. То есть собрание было большое. Но кроме братьев, я полагаю, там были еще и сестры наверняка. То есть, ну можно предполагать тысячные собрания. Иисус являлся не только где-то в квартирах, на таких конспиративных, явочных каких-то квартирах, в маленьких собраниях, но являлся и в больших собраниях. И говорил людям о царстве. Но из этих сотен, многих сотен людей, можно предполагать даже тысяч, кто видел Христа воскресшего, только человек 120 примерно, отнеслись вполне серьезно к словам Исии. Даже не все те, кто пережили встречу с Христом воскресшим, не все те дождались обещанного от Отца. Для нас это тоже наука сегодня. Не все те, кто слышит Слово, они блажены, но кто слышит и исполняет. У многих обычай и тогда был. Некоторые говорят, это сегодняшнее христианство такое. Не, и тогда то же самое было. У многих был обычай оставлять свое собрание, не приходить, умничать и говорить, а что, нам Христос являлся самим воскресший. Мы сами с усами. Там собрались, ну ничего, у нас тоже свои какие-то собрания, мы дома, мы с Богом, а что, мы не такие, что ли, мы не помазаны, что ли? Христос о нам говорил. Кто-то на полях, кто-то еще где. Но были среди этих сотен умников, были те 120, что сказали, нет, а мы-то не дождемся. Будь что будет, мы будем ждать до потери путься. Мы будем ждать, пока не дождемся. И они дождались. И вот в этом собрании была Матерь Иисуса Христа, Мария. Там были другие женщины, не только мужчины. Порой на иконах, допустим, на картинах 50-ти, где Иисус только лишь 12. Но там было не 12 и не 13. Там было гораздо больше. Там было человек 120. И там были мужчины и женщины. И они исполнялись Духом Святым. Друзья мои, Это был праздник Пятидесятницы. Праздник Шавот. Тот самый праздник, когда вспоминается завершение как бы великого исхода. Когда Бог дал нам свои заповеди. Когда Он говорил там у горы. Когда Он приглашал всех в свое присутствие. Но не все. Только лишь один Моисей был в его присутствии. Но ничего, друзья. Вот уже 2000 лет постепенного такого восстановления. Строительства небесного Иерусалима. Строительства на самом деле удивительного сооружения. Которому нет аналога вообще в истории человечества. В истории вселенной. Церковь Бога Живого. Столб и утверждение истины. И главой, куполом как бы этого великого храма всех времен и народов является Сам Иисус Христос. И фундаментом, основанием. И всей этой постройкой по большому счету является Сам Иисус Христос. А мы как живые камни. Мы как клеточки в этом великом вселенском организме. Христиане. Если мы рождены от Него. То мы имеем в себе Его ДНК. Мы Его в теле Господнем. В каждой клеточке живой. Сам Иисус Христос. Сам Иисус. Аминь. Друзья мои, братья и сестры. У нас немного времени. Этот вечер я хочу еще перед тем, как помолиться. Только одна записка, но будет больше. Если вопросы есть какие-то, то пишите. Я постараюсь вообще ответить на вопросы. Знаете ли, у меня есть некоторые такие просьбы. Вы можете, если сами не сможете, допустим, завтра быть, то вы кому-то передайте ваши записочки, чтобы они остались здесь. Я хочу ответить. Потому что запись позволит многим людям услышать. И позволит вам самим впоследствии, даже если вы не будете сами присутствовать здесь, допустим, завтра, да, вы сможете услышать ответы на ваши вопросы. Так вот, друзья мои, и хотелось бы в завершении этого вечера, сегодняшнего, первого вечера, знаете ли, помолиться молитвой покояний. Помолиться самой главной молитвой. И не только покаяния. Я сегодня вспомнил один праздник, походу. Праздник Ханука. Праздник обновления. Как написано о нем в Новом Завете, в Евангелии от Иоанна, в 8 главе, 22 стих, написано, и была зима, и был праздник обновления, то есть Ханука. И Иисус Христос был в притворе Соломоновым. Он был там, при храме, и он именно на Хануку открыл величайший секрет, величайшую тайну своего мессианства. Он сказал, в 30 стихе записано, очень коротко и ясно, яснее не бывает. Я и Отец одно. Он чуть жизнью не поплатился за эти слова. Его хотели убить там же, но он прошел. Не было еще времени там. Друзья мои, это откровение, за которое сегодня убивают христиан. Не верите? Вот посмотрите на втором этаже, там, где о мучениках говорится, современных. И сегодня убивают тех людей, которые порой не у нас в Украине, но вообще в некоторых странах, допустим, арабского мира, Африки, Индокитая, некоторых людей, христиан убивают за то, что они верят, что Иисус Христос это Господь, Бог и Спаситель. В арабском мире, именно среди мусульман, есть мнение, что у Бога нет сына. Даже в их книге, которую они называют священным писанием, это, конечно же, совершенно не священное писание, это ложное писание, вот, там говорится в одном из аятов, отцом для смертного, не называя его. Я много с мусульманами разговаривал, и даже когда я ехал сюда, я ехал в одном купе с одним мусульманином, чеченцем, мы общались вместе, он религиозный молодой человек, он молится, хотя полное купе было и полный вагон был людей, он намаз совершал, несмотря на то, что, как бы, он был один мусульманин только в этом поезде, я так понимаю, потому что я не замечал, что кто-то еще присоединялся к молитве, к нему. Вот, он завязал на вторую полку к себе и совершал намаз. То есть, ревностный человек, ревностный последователь своей религии. И это было, как бы, ну, сразу видно. Я ему говорил, а вначале я сказал, что я вижу, что вы очень ревностные, что я похвалил его за то, что он, как бы, ну, не стесняясь исповедовать свою веру, его хоть что, хоть по барабану, он все равно, он свою веру исповедует. Да, но я сказал так, и как у вас была встреча с Богом? Как у вас совершилась эта встреча с Богом? Он говорит, что его родители очень религиозные, и вот пять лет последних он не упускает ни одного намаза, ни одной молитвы. Я стал объяснять, рассказывать ему о том, что Бог совершил в моей жизни. И Бог дал слово, Бог дал свое христие для этого молодого человека. И когда мы расставались, мы расставались удивительно. Он не хотел меня отпускать, как брата. И я ему рассказывал эту историю, как Бог пришел в мою судьбу, как Он изменил мою жизнь, как я осознал себя самым грешником на этой земле вообще, самым последним грешником. И как Бог, как праведник, как спаситель пришел в мою судьбу. И как чудо произошло в моей жизни. Знаете ли, очень многие люди, исполняя многие религиозные традиции, обряды в разных религиях, в христианских, нехристианских традициях разных, нуждаются на самом деле не в обрядах новых, а нуждаются в живом Спасителе Иисусе Христе. Нуждаются в живом Мессии. И Иисус Христос, Он приходит в судьбы людей. В Австралии я жил в таком районе, где как раз большинство евреев живет, в Мельбурна, в частности, в штат Виктория. И я жил на квартире у одного брата, который закончил Ишиву, вырос в ортодоксальной еврейской семье, собирался быть раввином. Но Мессии перешел в его жизнь. Он сейчас мессианский служитель. Удивительным образом он пожертвовал своей карьерой, пожертвовал тем, что годы какие-то отдал этому обучению. И, в общем-то, плюс еще отторжение от семьи, потому что в основном, не то что в основном, а в его семье никто его не поддержал, наоборот, на него как на предателя стали смотреть. Но, знаете ли, есть вещи, которые не стоят просто ничего. Есть вещи, которые, на самом деле, бесценные вещи. И есть сам Иисус Христос. Когда Иисус Христос, Он в моей жизни, знаете ли, вообще, когда Бог пришел в мою судьбу, тоже были такие испытания. Мама даже говорила, лучше ты был бы пьяницей, матюремщиком, но только неверующим. Я работал в храме православном, обычном храме, но дело было не в храме, дело было не просто в традиции. Я любил Иисуса Христа, я к Нему шел. Не просто к храму, не просто к батюшке. Я к Нему шел. И, знаете ли, друзья, очень сложно порой людям принять правильное решение. Мои родители были атеисты, они не верили в Бога. И, как бы, они жили этой неправильной верой своей, атеистической верой своей жили. Но я знал, что Бог есть. Бог существует. Он творец неба и земли. Я с Ним бережу встречу. Кстати, об этом тоже расскажу, но уже не сегодня. Время уже нет. И уже больше 30 лет назад, когда было в моей жизни первое покаяние, вот обращение к Богу, я покаялся в экстремальных условиях, совершенно экстремальных, ненормальных условиях. Я покаялся в условиях смерти. Я переживал смерть от двусторонней пневмонии, воспаления легких. И Бог во благо обратил это все в моей жизни. Потому что, знаете ли, я пережил с Ним встречу, пережил покаяние, правда, это было сопровождалось именно осознанием своей греховности. Я видел себя самым плохим мальчиком, который жил на этой земле вообще. А Он такой хороший, а я такой плохой в сравнении с Ним. И во мне ничего не было из Него, от Него. Знаете ли, не дай Бог оказаться перед любящим Богом, очень любящим, очень хорошим, добрым, благим. Иисус сказал, никто не благ, как только лишь Бог вообще. То есть Он действительно по-настоящему, не по-нарошку, а по-правдушному Он благой, Он хороший, добрый. Но не иметь в себе Его любви, знаете, и... Но я счастливчик, я считаю, мне очень в жизни везет. И мне очень повезло тогда, 30 лет назад, потому что я вернулся, у меня появился шанс еще пожить, пожить еще раз. Обычно оттуда никто не возвращается, но... Не то, чтобы никто не возвращался. Возвращаются люди, но, как правило, оттуда не возвращаются. Но некоторым все-таки везет в этой жизни. И они возвращаются. Не то, чтобы эта жизнь лучше, чем та. Но дело в том, что здесь можно сделать то, что там нельзя сделать. И самое потрясающее, что можно здесь сделать, это покаяться и работать над ошибками. Не забывать об отречении прежней греховства, жить жизнью с Богом, делать добрые дела, жить ради других людей. То, что здесь мало ценится, там это очень сильно ценится. И наоборот, то, что порой здесь имеет великую ценность, там оно не имеет никакой цены абсолютно. Друзья, и пусть Господь Бог сейчас благословит нашу молитву. У нас немного времени осталось. Я хотел бы попросить сейчас... Да, спасибо. Я хотел бы попросить сейчас выйти сюда. Давайте поднимемся, господа, братья, сестры, дорогие друзья, поднимемся и попрошу выйти сюда сейчас тех, кто хочет покаяться. Это важно сделать именно так. Выйти вперед, не постесняться. Почему? Поясняю. Сам Иисус Христос сказал следующее, что кто при людьми меня исповедует, того и я исповедую пред отцом, пред ангелами, слава Богу. Заходите, пожалуйста. Юноши, девушки, бабушки, дедушки, мальчики, дедушки, разные люди. Заходите сюда. Слава Богу. И еще мы подождем минутку. И еще, пожалуйста, я хочу попросить выйти еще тех, кто уже каялся, допустим, но сейчас еще сомневается. Сомневается, нужно ли вернуться или не нужно. Но стоит вернуться или не стоит, друзья? Стоит вернуться. Стоит. Слава Богу. Слава Иисусу Христову. Это аплодисменты Богу за вас. Кстати, в самом начале паспорт сказал такие слова, что мы аплодисментами выражаем благодарность Богу. Это тоже правда. В Библии об этом говорится. Воскричите Господу, написано все народы. Воскричите Богу гласом радость. Слава Богу. Один проповедник еще в глубокой древности, Иоанн Златоуст, патриарх Константинопольский, в конце 4-го столетия, он однажды произнес одно проповедь. Он назвал ее таким образом. О рукоплесканиях в храме. И он сказал такие слова, что собираясь, допустим, на спортивных соревнованиях, допустим, вот как Евро, да, для нас, мы рукоплесчем там победителем, чемпионом, допустим. Собираясь где-то еще по лицу там, но собираясь в храме Божьем, мы рукоплесчем всемогущему Богу, достойного всех рукоплесканий наших. Дорогие друзья, и я обращаюсь даже к нашим зрителям. Эти люди вышли сейчас вперед, они не постеснялись имени Иисуса Христа. И я убежден на основании Библии, на основании Слова Божьего, что за это, даже именно за это даже, может быть, не до конца человек понимает даже еще многие вещи, но даже ради того, что он не постеснялся имени Иисуса и вышел вперед, Иисус не постесняется их назвать имена там, на небесах. Сегодняшний вечер он назовет их имена на радость всем ангелам, потому что даже об одном грешне, кающемся, на небесах есть радость для ангелов Бога. И не только для небесных ангелов, но и для демонов, для бесов, потому что бесы сегодня трепещут, потому что дьявол сегодня локти кусает, потому что из его сетей уходят добычи его. Может ли быть это? Да, может. Добыча может быть запрета прямо сейчас, потому что Иисус Христос, Он забирает добычу, Он похищает похищенное, Он возвращает. Друзья мои, и в еврейском языке слово покаяние, Чума, означает буквально возвращение. Мы возвращаемся домой, мы возвращаемся к нашему небесному, доброму, благому Отцу, которого забыли, которого оставили, даже со времен нашего праотца, еще Адама, но мы возвращаемся к Нему. Давайте вышедшим вперед, друзья, и наши телезрители, которые будут молиться сейчас вместе с нами этой молитвой. Если кто-то хочет присоединиться, не постесняйтесь, сейчас у вас еще есть время. Вы можете выйти. Да, я вижу, кто-то еще хочет выйти. Не постесняйтесь, потому что это очень важно. Знаете, это как-то молодежь, как мы здесь перебаним. Это правильно. Помужстили, молодцы. Слава Богу. Это правильное решение. Это правильно. Слава Богу за нас, что мы лучшие. Слава Богу. Это правильное решение. Это мужественное решение. Это правильно. Девушка, кто же председатель, да? Слава Богу за нас. Слава Богу. Слава Иисусу Христу! Спасибо тебе, Господь! Спасибо, Господь! Дорогие друзья, и давайте мы закроем наши глаза, чтобы максимально сконцентрироваться сейчас на Боге, на Господе. Давайте осознаем свою греховность. Любой нормальный человек понимает, что он грешник. Но давайте примем и то, что Бог любит нас. Он полюбил нас очень сильно. Он любит нас. Он отдал Сына Своего за нас. Иисуса Христа. Иисус Христос. Давайте это осознаем, примем это, поймем это. Умер лично за тебя и за меня, за каждого из нас в отдельности. И за всех нас. Он пролил Свою кровь за нас, чтобы мы не погибли, чтобы мы не пошли в ад. Чтобы мы не были разделены от Бога, отделены. Но чтобы мы были прилеплены к Богу, возвращены к Богу. И давайте осознавая это сейчас все, осознавая, давайте покаемся, попросим Бога прощения. Дорогие друзья, давайте мы скажем, вышедшие вперед, наши зрители, присутствующие в зале, давайте мы скажем все вместе сейчас такие слова. Но каждый молится, это как от себя, от своего сердца. Конечно же, не только можешь повторять эти слова, говори своими словами, слова покаяния. Говори Богу, Бог, прости меня, пожалуйста, ради Иисуса, ради всего святого, прости меня, пожалуйста. Давайте мы сейчас скажем такие слова вместе. Отец Небесный, Бог Святой, я прихожу к Тебе с верой, надеждой, любовью. Я благодарю Тебя. Ты возлюбил меня и весь мир, и отдал Сына Своего, Иисуса Христа, за всех нас. За меня, Иисус Христос, Сын Бога Живого, помилуй меня грешного, приди в мою жизнь, прости меня, Господь мой, Иисус, Целитель мой, Освободитель мой. Прости меня, исцели и освободи, Духом Святым Своим, наполни меня. Благодарю Тебя, Господь. Аминь. И давайте скажем такие слова, друзья, очень важные слова, потому что мы совершаем сейчас Великий Исход. Пасха совершается. Пасха не только Красный День Календаря, это не просто раз в году события, нет. Это покаяние, это восстановление, это спасение. Когда грешник кается, Пасха совершается. Наша Пасха, это Сам Иисус, Христос, заклонный за нас, воскресший. Когда одержимый освобождается от бесов, Пасха совершается. Исход совершается. Когда больной исцеляется от болезни, Пасха совершается. Иисус действует не сегодня тот же Он, что и вчера, и Он в обеде тот же. Господь Святой, я прошу Тебя, благослови сейчас нашу молитву. Благослови, Господь, вышедший вперед. Благослови, Господь, почти их сейчас. Пред ангелами назови их имя. Пред Отцом Небесным Иисус провозноси их имена. Они Тебя своим Господом назвали. Назови их сейчас своими детьми. Назови их, Господь, их имена. На радость всем ангелам. Ангелы, дорога, плещет Тебе, Господь, сегодня. Боже, на зависть и на поражение всем бесам. Во имя Иисуса Христа. И вышедший вперед, и кающийся. Давайте скажем такие слова сейчас. Во имя Иисуса Христа. Я отрекаюсь от греха. Отрекаюсь от зла. Отрекаюсь от болезни и проклятий. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Отрекаюсь от дьявола. Во имя Иисуса. И Иисус Христос. Моя жизнь. Моя Пасха. Заклон за меня. И воскрес. Для моего оправдания. Мой Господь. Мой Спаситель. Благодарю Тебя, Господь. Аминь. Боже Святой, благослови, Господь, молящихся сегодня. Я прошу Тебя, Господь, в этот вечер, Боже, прикоснись сейчас каждому вышедшему вперед. Я прошу сейчас, священнослужители, пасторы, кто есть в зале, пастор Игорь Нижук, кто еще из пасторей, помолитесь тоже за них, помолитесь за каждого вышедшего. Помолитесь и благословите, и пусть жизнь их совершится через данный день.